Итак, мы разобрали с вами исторический фон первого и второго послания к Тимофею. Я постарался заложить фундамент. Закладывая фундамент, мы копаем глубокий котлован, делаем опалубку, заливаем бетон. Весь этот фундамент остается под землей, и уже на нем затем строится сам дом. Итак, фундамент заложен. Мы теперь лучше понимаем жизнь в Эфесе в то время. Мы что-то узнали о Павле, что-то узнали о Тимофее. Мы узнали о том, что происходило в Эфесе, когда там жил Павел. Мы прочитали из книги «Деяния» об этом. Там происходило и хорошее, и плохое. О том, как люди с их религиозными убеждениями воспротивились новому христианству. Все это было сделано для того, чтобы тогда, когда мы откроем с вами первое послание к Тимофею, а затем второе послание к Тимофею, вы скажете, ага, вот почему Павел об этом написал. Если бы я этого не объяснил, то многие моменты так и остались для нас не до конца понятными. И это мы проходили в курсе, который называется «Методы изучения Библии». Мы всегда стараемся понять, почему автор написал то, что он написал. Да, он был вдохновлен Богом. Он написал то, что Бог хотел, чтобы он написал. Но то, что писали авторы Священного Писания, то, что Павел здесь написал, было написано в определенном контексте, с определенной целью. Важно уметь находить такие подсказки. Ага, если это происходило в фесте тогда, и Павел имел в виду это, то на основании этого можем сделать правильное применение и понять, что нам нужно делать сегодня. Итак, мы изучили исторический фон, и настало время приступить к изучению первого послания к Тимофею. Если у вас с собой Библия, откройте их, мы будем читать из первой главы. Но прежде чем мы приступим к чтению, позвольте мне поделиться одной иллюстрацией, которая поможет понять смысл первого послания к Тимофею, и даже смысл второго послания. Я сначала расскажу иллюстрацию, а потом объясню. Рассказывая себе, я не упомянул о том, что несколько лет назад у меня было обнаружено серьезное заболевание печени. И причина этого была не в алкоголе, не в каком-то неправильном поведении. Мне была передана болезнь, которая повредила мою печень. И вот где-то раз в три дня я ощущал сильную боль в области печени. Эта печень находится в правом боку под ребрами. И размером печень с мяч, которым играют в американский футбол, если вам это интересно. И вот когда я был болен, в моей печени повышалось давление, и я чувствовал сильную боль в правом боку. И спустя несколько часов боль наконец уходила, и я чувствовал облегчение. Я обратился к врачу, и вот что мне сказали. «Мистер Дик, у вас такая-такая-такая-то болезнь, и вот что происходит с вашей печенью». Если можете представить себе дерево, у дерева есть ствол и ветви, которые растут из ствола. И чем дальше ветви от ствола, тем тоньше они становятся. И что оказалось, что сосуды в этих ветвях, они забились. И поэтому жидкость не могла пройти через сосуды, и создавалось давление, которое вызывало сильную боль. Болезнь поразила вот эти сосуды, с которыми была связана моя печень. И врачи сказали мне, «Мистер Дик, давайте попробуем вот это лекарство». Я сказал, «Хорошо». Какое-то время я принимал эти лекарства, какое-то время оно помогало, и я чувствовал себя хорошо. Потом врачи сказали, «А давайте попробуем другое лекарство». Так как до этого они мне помогли, я согласился. Но потом появились осложнения. И что стало происходить? Моя кожа становилась желтой. Люди смотрели на меня и спрашивали, «С вами все хорошо?» Я говорил, «Нет, я чувствую себя хорошо, просто выгляжу так». Мои глаза становились желтыми. Если вы посмотрите на кожу на моих руках или на моем лице, то она также выглядела желтой. И вот я проповедую в церкви, и пожимаю руки людям, выходящим из церкви. Они говорили мне, «Пастор Брюс, вы ведь себя нехорошо чувствуете, не так ли?» Они так думали, смотря на меня. И вот после нескольких лет такого лечения в медицинском центре, где я лечился, мне сказали, «Вам необходима пересадка печени». Мы внесем вас в список, объясним, что это значит, и наступит день, когда мы позвоним вам и скажем, что печень есть. Есть много подробностей в этой истории, о которых не стоит сегодня упоминать. Но наступил день, когда мне позвонили и сказали, «Мистер Дик, есть печень для вас». Умер молодой человек, и его печень подходила для меня. И мне сказали, «Вы должны приехать в больницу прямо сейчас». Я так и сделал. Была операция, сложная операция длилась шесть часов. Мою печень извлекли и заменили печенью этого молодого человека. И теперь я здоров. Но вот что сказали мне после этой операции. «Мистер Дик, вы теперь должны изменить образ жизни. Мы хотим, чтобы вы занимались физическими упражнениями, чтобы вы питались здоровой пищей, и чтобы вы отдыхали». С упражнениями не было никаких проблем, потому что я люблю спорт, люблю заниматься и вести активный образ жизни. Но что касается пищи, мне было сказано не употреблять соли с пищей, потому что те лекарства, которые я принимал, они могут вызвать осложнения на сердце, на почках. Я сказал, «Хорошо». То есть, суть в том, что мое поведение должно измениться. Но причина, почему мое поведение должно измениться, заключалась в том, что у меня появились новые убеждения. И вот какими были мои убеждения. Я хотел бы прожить как можно дольше. Я не знаю, сколько продлится моя жизнь. И я верю в то, что если я буду правильно жить, если буду принимать лекарства, заниматься зарядкой, то мое поведение станет отражением моей веры. То есть, я не делаю что-то без всякой на то причины. Я делаю что-то на основании той веры, которая стоит за моим поведением. Я сейчас произнесу одну фразу, и хочу, чтобы вы помнили ее на протяжении всего нашего изучения первого и второго послания к Тимофею. Вера определяет поведение. Вера определяет поведение. Я не могу говорить за вас, живущих в России, но вот что сейчас происходит в Америке. Во многом, вся психология, социальная работа, работа с трудными подростками основана на следующем убеждении, что если вы измените свое поведение, то произойдет то-то и то-то. Если вы это будете делать, то тут станет лучше. Или от этого откажетесь, здесь будет лучше. Но если вы говорите с людьми только об их поведении, не затрагивая глубинные убеждения, то все будет напрасно. Поэтому вся психология в Америке работает лишь вот настолько. И дело в том, что за нашим поведением стоят наши убеждения. Вот я верю, что то, что сказал мне доктор о моем здоровье, верно. Я верю в их слова, когда они говорят, что я могу улучшить свою жизнь, делая определенные вещи. Так что все начинается не с поведения, все начинается с убеждений. Если вы поймете этот принцип, что вера определяет поведение, то вы поймете практически все то, что написано в тех главах, которые мы будем с вами читать. Потому что то, что происходило, о чем пишет Павел, что их вера подвергается нападкам. Павел мог написать, я хочу, чтобы ты делал это, 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 а вот этого не делал. И Павел говорит, Тимофей, вот что происходит. Они говорят тебе верить в то, что на самом деле ложно. И уже это проявляется в том, как они себя ведут. И это очень важно понимать. И ничего страшного, если вы сразу все не понимаете. Я буду повторять это вновь и вновь во время нашего изучения. И в конце концов вы скажете, ага. Вот, например, когда мы говорим своим детям, наш сын, и я не буду называть его имени, чтобы его не смутить, чрезмерно вспыльчив. У него очень слабые предохранители. Стоит чему-то произойти, и вот он уже вспылил. Я могу ему сказать, не гневайся. Перестань гневаться. Это поведение. Но если я сяду с ним и поговорю, сын, вот что выводит тебя из себя? Он скажет, ну знаешь, сестра моя поступила так и так. Мой брат поступил со мной так и так. Но я ему говорю, вот послушай, а что это говорит о том, что ты думаешь о самом себе, что ты думаешь о Боге? Гораздо сложнее исправлять убеждения, а не поведение. Мы пытаемся изменить поведение, потому что результат может быть виден практически сразу. Но когда речь идет об убеждениях, то на это требуется время. Но это время принесет свои плоды. Это помогает нам понять, как поступает Павел. Он не приводит список Тимофею, что следует делать. Он обращает внимание на убеждения, которые лежат за нашим поведением. И вот апостол Павел пишет послание к Тимофею. Ему уже говорили о том, что он находится на севере, в Македонии, а Тимофей находится в Эфесе. Павел освободили из тюрьмы в Риме, и какое-то время он может свободно перемещаться. И путешествуя, апостол Павел вспоминает о Тимофее. И он думает о Тимофее. Да, когда я оставил его, Тимофей был так опечален моим отъездом. И осталось так много работы в Эфесе. В Эфесе была не одна церковь, было несколько церквей, в которых необходимо было нести служение. И Павел подумал, надо написать ему письмо. Он садится и пишет послание. И давайте вместе посмотрим на 1 и 2 стихи. Первое послание к Тимофею, 1 главы. Они начинаются с приветствия. 1 Тимофею, 1 глава. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Павел называет себя апостолом Иисуса Христа. Я думаю, вы помните историю, произошедшую с ним на дороге в Дамаск. Он шел в Дамаск для того, чтобы арестовать христиан, тех, кто только что примкнули к новому движению. Но неожиданно он услышал голос с неба, «Савл!» Так его тогда звали. «Савл, почему ты гонишь меня?» Кто ты? Я Иисус. Я тот, которого ты гонишь. И Бог говорит Павлу, «Павел, я пошлю тебя к язычникам, пошлю тебя в такие места, которых ты даже не представляешь». И Павел говорит о том, что он апостол, что он посланник Иисуса Христа по повелению Бога. Он не был одним из двенадцатей, которых Иисус избрал. Он был тем, кого Иисус остановил на дороге до Маска и сказал, «Я хочу, чтобы ты был моим апостолом, проповедующим благую весть». Он говорит по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа, Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере. Мы уже говорили о том, что мы не считаем, что Павел обратил Тимофея в христианство, что Тимофей рос в окружении своей мамы и бабушки, которые, будучи христианами, и показали ему путь ко Христу. Но Павел стал его покровителем, наставником. Тимофей был молодым последователем Павла. Куда бы ни шел Павел, Тимофей шел за ним. Павел брал его с собой, подобно отцу, который берет своего сына и говорит, «Пойдем со мной». Мы уже говорили о том, что они путешествовали вместе, много времени провели вместе, и Павел обращается к нему и говорит, «Тимофей, ты мой истинный сын в вере». У Павла не было сыновей, но Тимофей стал ему сыном. И в начале своего послания к Тимофею он пишет приветствие к нему. «Благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». В начале каждого послания Павла можно прочитать подобное приветствие. И здесь он говорит, «Благодать, милость и мир». Я подумал, а может, это именно то, в чем нуждался Тимофей? Когда я задумываюсь о благодати, то вот какое определение приходит ко мне. Благодать — это проявление незаслуженной милости к вам. А милость, когда вас не наказывают за то, что вы заслужили. Конечно, если говорить богословски, то есть более глубокое различие между благодатью и милостью, но я именно так различаю эти два термина. Те, кто смотрит сейчас этот курс, по видео, не знают о том, что я делал на перерыве между уроками. Я принес шоколад и раздал студентам в классе, и это было проявлением благодати. Может, они заслужили это, я уже немножко с ними познакомился, но каждому студенту я дал по две шоколадки, и это проявление благодати. Я еще не знаю их, я только знакомлюсь с ними, но я хотел бы, чтобы это было проявлением моей любви по отношению к ним. Я не знаю, заслуживают ли они, но я просто дал им этот шоколад. Но вот милость — это совсем наоборот. Это если бы я не сделал им то, что они заслужили. Вот представьте, если бы студенты начали роптать. «Нам не нравится занятие, слишком скучно. Нам не нравится ваш английский, хотим нового учителя». В этот момент я могу встать, выйти из класса и заявить, «Я не буду вас учить, вы меня не цените, я столько готовился, такой проделал путь». Но милость будет проявляться в том, что я не делаю то, что они заслужили, проявляя любовь, сострадание, даже если со мной обошлись несправедливо. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com По благодати нам дается то, что мы не заслужили. Милость — это когда нас не наказывают за то, что мы заслужили. Если бы вы обошлись со мной несправедливо, то вы заслужили жесткий ответ с моей стороны. Но милость говорит, «Я не дам вам то, что вы заслужили». И Павел говорит Тимофею, «Тимофей, я желаю, чтобы тебе была дарована благодать и милость». Затем он говорит о мире. И мир — это не отсутствие конфликта, мир — это способность находить утешение у великого Бога посреди жизненных бурь. И все это — часть приветствия Павла к Тимофею. И затем он переходит к обсуждению первой темы, которую он поднимает в этом послании. Первая глава, стихи с 3 по 10. Позвольте мне их прочитать. Вот что Павел говорит. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидания в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Если бы мы с вами не разобрали бы исторический фон, то прочитанное вряд ли было бы нам так понятно. Но я надеюсь, что когда вы читаете эти стихи, то вы думаете, «Ага, лжеучителя, о них шла речь, ага, храм Артемиды, мы помним об этом, и все возможные учения, которые были в этом городе, мы тоже о них знаем». И Павел говорит, «Тимофей, послушай, я поставил тебя для того, чтобы ты сказал этим учителям, чтобы они прекратили учить, потому что они учат иному». Тимофей, ты знаешь истину, и истину ты должен говорить, истину, которая освободит их. Тимофей, не позволяй им учить иному, не позволяй им заниматься баснями и родословиями бесконечными. Вот чем люди занимались? Они настолько сильно увлекались подробностями, говорили, «Вот я потомок такого-то и такого-то, а моя жена, она произошла из колена такого-то и такого-то, поэтому я намного более значимый, чем вы». У нас такие взаимоотношения с Богом, о которых вам даже и не снилось. Мы святее, мы особенные. И Павел говорит, «Тимофей, не позволяй им это делать». И в пятом стихе он говорит, «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Давайте мы подробнее разберем то, о чем здесь говорит апостол Павел. Сердце в Библии символично означает центр нашей сущности. Это то, что определяет, кем мы являемся. И Павел говорит Тимофею, «Наше послание — это послание любви, и оно исходит из чистого сердца, праведного сердца, сердца, которое омыто кровью Иисуса Христа, спасшего нас». И люди, которые учат иному, которые спорят обо всем этом, их сердца нечисты. Знаете, бывают минуты, когда я думаю о чистом сердце и задаюсь вопросом, «Господь, а я ведь не знаю, чисто ли мое сердце? Как я могу знать, что я учу истине? Как я могу знать, что мои мотивы чисты? Ты оправдал меня, Ты спас меня, Ты омыл меня кровью Иисуса Христа, Ты очистил меня, Ты осветил меня, Ты дал мне жизнь, но как я должен теперь жить?» Павел говорит, «Цель же наша — любовь от чистого сердца. Если у меня нет любви к тем людям, которым я служу, значит, надо проверить собственное сердце». Следующее, о чем он говорит, это о доброй совести. Знаете, в детстве у меня была очень чувствительная совесть. Все смущало меня. Я помню, как однажды мы пошли купаться. Это был бассейн, один из многих в Америке, когда ты платишь немного денег и можешь купаться хоть весь день. И родители дали мне доллар, чтобы я заплатил за вход в этот бассейн. И вот мы приехали в этот бассейн с группой ребят, и с нами были взрослые, которые нас сопровождали. И вот, когда подошло время платить, я протянул свой доллар. Но кассир сказал, «Ничего, сегодня ты можешь пройти бесплатно». Знаете, любой нормальный мальчишка сказал бы, «Здорово, у меня есть доллар теперь в кармане. Я могу себе купить конфеты или шоколадку». Но не я. Я тяну этот доллар ему. Кассир посмотрел на меня с таким видом, будто я ненормальный. «Я ведь только что сказал тебе, что ты можешь купаться бесплатно». Но я все-таки всучил ему доллар, он взял его и говорит, «Ладно, иди». Вот у меня была такая совесть, которая не позволяла мне что-то сделать. Неужели об этой совести говорит апостол Павел? Нет, он говорит, чтобы совесть была спокойна, потому что у тебя есть взаимоотношения с Богом, который оправдывает тебя. К примеру, у меня есть жена, ее зовут Труди. Бывают минуты, когда мы находимся в гармонии, а бывают минуты, когда нет этой гармонии. И когда не все идет гладко. И в такие минуты что-то во мне говорит, «Может, стоит быть понежнее с ней?» «Зачем ты ей это сказал?» «Я спорю внутри себя». Но ведь она так сказала. Она же должна была знать. Я понимаю, что совесть моя нечиста. И Павел говорит, «Тимофей, если вера определяет поведение, и любовь мотивирует нас, христиан, поступать так, как мы поступаем, то это имеет отношение к доброй совести. Не к сверхчувствительной совести, когда мы постоянно чувствуем себя виноватыми, но когда наша совесть основана на взаимоотношениях с Богом, и затона ничего не сможет сделать, чтобы сбить нас с ног, потому что мы понимаем, что у нас есть взаимоотношения с Богом». И третье, о чем говорит Павел, он говорит о чистом сердце доброй совести и о нелицемерной вере, об искренней вере. Те, которые учат иному, они делают это не искренне, не с искренней верой. Они хотят приобрести себе последователей, они хотят что-то получить за счет других. Они говорят, следуйте за нами, но их вера не искренняя. И Павел говорит, «Тимофей, я хочу, чтобы твоя любовь происходила из чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Я хотел бы вас ободрить сейчас. Когда я читаю эти стихи, то у меня первое впечатление, я не могу быть хорошим христианином. Я не способен на это. Но знаете, Павел не написал об этом, чтобы вызвать в нас чувство вины, чтобы не поругать нас и сказать, что мы должны быть лучше. Он говорит, «Когда у вас есть взаимоотношения с Иисусом Христом, с Богом Отцом, в силе Святого Духа, то это возможно, то есть свобода, есть жизнь». Он говорит, «Следуй за мной и наслаждайся этой возможностью быть в правильных взаимоотношениях с Иисусом Христом». Он говорит в 6 стихе, «Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Они не имеют понятия, о чем говорят. Павел говорит, «Тимофей, то, о чем они спорят, не имеет никакого значения». Есть такое выражение, я думаю, вы слышали об этом, когда люди спорят о том, сколько ангелов может уместиться на стрие иглы. Слышали об этом? Вот как вы думаете, сколько ангелов может уместиться на стрие иглы? Я думаю, три. А ваш друг говорит, «Нет, ведь ангел — это духи, поэтому тысяча ангелов может уместиться на стрие иглы». И они могут провести часы в подобном споре. И Павел пишет, «Тимофей, не допускай подобных споров». Это не способствует распространению благой вести и не помогает это строить взаимоотношения. И это совсем не полезно. И в 6 стихе говорится, что они отступили. И это слово подразумевает вывихнутые конечности. Когда рука, к примеру, не слушается. Если вы видели кого-то с вывихнутым локтем, то рука постоянно указывает не туда. И Павел дает понять, что из-за их споров они стали похожи на людей с вывихнутыми конечностями. И он говорит о том, что жить так не подобает христианину. Они хотят быть экспертами в законе, но даже не знают, о чем говорят. И Павел пишет, «Тимофей, это не то, к чему ты призван. Это не то, что ты должен делать». И многие, живущие сегодня в Америке, понимают, что истина сегодня ставится под сомнение. Вся истина сегодня становится относительной. Если ты хочешь так верить, пожалуйста. Или мне нравится что-то из этой религии, нравится что-то в этой религии, поэтому я могу собрать свою собственную веру так, как мне хочется. И это пустословие как раз и проявляется в том, когда люди выбирают какие-то части Писания и спорят о них. И Павел дает понять, «Тимофей, я хочу, чтобы ты остановил все эти споры». Мы не можем позволить себе отвлечься от сути благой вести об Иисусе Христе, увлечься тем, что отвлечет нас от главного, потому что, в конце концов, это причинит вред той церкви, в которую мы несем служение. Поэтому, Тимофей, прекрати все эти споры. И сейчас я хотел бы прочитать последние стихи из этого фрагмента, стихи с 8 по 11. И Павел приводит здесь интересное утверждение, которое имеет для нас большое значение. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человек-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников, и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое неверено». Вот это список. Павел, а к чему все это? По сути, мы видим здесь параллель с десятью заповедями. И каждый правоверный иудей знал десять заповедей. И этот перечень конкретных грехов очень напоминает нам десять заповедей. «Не убей», «Не прелюбодействуй», «Не произноси хулы на Бога», и Павел пишет, «Ты ведь знаешь, для чего был дан закон?» Ведь закон был дан для беззаконных, не для тех, кто будет следовать закону, исполнять закон. Вот такой вот пример. На автодорогах в Америке есть ограничения скорости. Есть подобные ограничения и здесь у вас. Вы можете ехать только с определенной скоростью. Мы измеряем скорость в милях в час, вы в километрах в час. И на магистрале в нашем городе ограничение 70 миль в час. Это где-то чуть более ста километров в час. Но когда я еду с такой скоростью, иногда мне хочется ехать чуть-чуть побыстрее. Я не хочу ехать сильно быстро, но я хочу ехать чуть-чуть быстрее. И вот я еду со скоростью 74 мили в час, потому что я не думаю, что мне выпишут штраф, если я буду ехать, ну, чуть-чуть быстрее, чем положено. Но представьте, если бы вообще не было никаких знаков, откуда бы я знал, с какой скоростью мне можно ехать? Но вот видите, полицейский может сказать, ага, он ехал со скоростью 74 мили в час, он включит мигалки, остановит вас и выпишет вам штраф. Вы ехали слишком быстро. И Павел говорит, что закон был дан для того, чтобы мы осознали, когда приступаем к закону. Но благодаря Иисусу Христу, который исполнил закон полностью, речь идет уже не столько об исполнении закона, потому что никто не может исполнить закон. Речь идет о взаимоотношениях. Если во взаимоотношениях есть гармония, то уже не нужны законы и правила, которым мы должны следовать. Вот еще один пример. Мне рассказали одну историю, не знаю, правда это или вымысел, но вот такая история. Одна женщина была замужем за мужчиной, и ее мужу был список того, что должна была делать его жена. Я не знаю точно, каким был список, но, допустим, там было 10 пунктов того, что должна была делать его жена. И она годами мучилась, стараясь исполнить все, что записано в этом списке. И каждый раз, когда она не дотягивала чуть-чуть по какому-то пункту, то он ей говорил об этом. Вот пункт номер 3 в списке. Ты неправильно это сделала. Ты же знаешь правила. Надо было так все сделать. Ты должна была свернуть мою одежду. Ты должна была погладить мою одежду. Ты должна была приготовить ужин к 6 часам, а он был готов только в 6.15. И вот так все было. Конечно, это ненормальные отношения. Через несколько лет ее муж умирает. Какое-то время она скорбела о нем, потом она встретила другого мужчину. Они стали встречаться, у них появились чувства, и в конце концов они поженились. И этот ее муж не стал составлять для нее никакого списка. Просто у них были чудесные взаимоотношения. Он ей не говорил о том, что ужин нужно готовить к 6 часам, или что гладить одежду нужно именно таким способом. Он вообще ее ни о чем таком не просил. Но их взаимоотношения были настолько гармоничными, настолько открытыми и близкими, что она обнаружила, к своему удивлению, что она делала все то, что было в списке в первом браке, хотя ее об этом не просили. То есть то, что просил первый муж, и что она не могла в том браке делать, она делала все это для своего второго мужа, движимой любовью, ценя взаимоотношения. И мне кажется, вот что нам хочет сказать здесь апостол Павел. Вот Тимофей, те люди, которые учат, делай это, а это не делай. Они желают быть учителями закона, но не разумеют того, что говорят. Не об этом Евангелии Иисуса Христа. Эти люди лишь показывают, кто они есть на самом деле, потому что сами они постоянно приступают к закону. Но Павел говорит, если у вас есть взаимоотношения с Иисусом Христом, именно поэтому он так возвышенно говорит о Боге в 11 стихе, «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Вот иногда, когда апостол Павел пишет, он пишет на какую-то тему, и неожиданно начинает хвалить Бога. И вот в конце этого фрагмента, мне кажется, именно это происходит. Не об этом Евангелии Иисуса Христа. У нас блаженный Бог. У нас есть славное благовестие. И у нас есть возможность иметь взаимоотношение с этим Богом Вселенной, через Его Сын Иисуса Христа, наделенные силой Духа Святого. И речь идет уже не о исполнении каких-то правил закона, а все эти учителя, они приходят и пытаются добавить этот закон, это правило, но тем самым лишь показывают, какими беззаконными, нечестивыми они сами являются. Вот вы помните, когда мы начинали это обсуждение, я говорил, что вера определяет поведение. Павел мог написать Тимофею, «Тимофей, я хочу, чтобы ты делал это, это и это». Но вместо этого Павел говорит, «Их вера неверна, и как следствие их поведение». И они заканчивают тем, что становятся оскверненные, оскорбителями отца и матери, человек-убийцами, блудниками. Это не только говорит об их поведении, это говорит об их вере. Если бы они на самом деле верили в Евангелие Иисуса Христа, в то, что возможны взаимоотношения с Богом Вселенной, то им бы не нужен был закон. Точно так же, как брак, основанный на гармонии любви, не нуждается в списке требований. Когда взаимоотношения таковы, что мы думаем о другом человеке, мы искренне хотим угодить ему и сделать то, что ему будет приятно. И в этом любовь. Любовь всегда жертвенна. Любовь всегда ищет добра другому человеку. И Павел пишет Тимофею, «Тимофей, вот первое, что я хотел бы, чтобы ты знал, это то, что есть проблема с лжеучителями. Их вера неверна». Не начиная с того, чтобы критиковать их поведение, начиная с того, чтобы критиковать их веру. Потому что, когда изменится их вера, то поменяется и их поведение. Я думаю, в этом послании мы увидим хирургическую операцию, духовную операцию. И операцию не только в сердцах тех, кто читал это послание в первом веке, но и в наших сердцах, когда мы сегодня задаемся вопросом, «Господь, а с чистым ли сердцем я Тебе служу? В доброй ли совести? С нелицемерной ли верой? А правильно ли я верю? А может, в мою веру о Тебе закралась какая-то ошибка?» Если вы хотите узнать, во что человек на самом деле верит, посмотрите на его поведение, потому что поведение лучше всего свидетельствует о вере. Я смотрю на свою жизнь и задаюсь вопросом, какую веру демонстрируют мои поступки? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok